В Ульяновской области проходит шестой национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями «Обилимпикс». В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, чемпионат проходит в дистанционно-очном формате. Такой формат проведения чемпионата в Ульяновской области практикуется впервые. Ранние конкурсанты проходили первый отборочный тур в регионе, после чего отправлялись в Москву. Конкурсные задания ребята выполняют в привычной обстановке на базе 15-ти общеобразовательных учреждений. Участниками национального чемпионата стали победители регионального этапа. Это школьники, студенты, молодые специалисты. Для ребят конкурс – возможность получить бесценный опыт, показать себя и усовершенствовать профессиональные навыки. Ребята здесь гораздо отзывчивее. Это способ выйти в социум, так скажем. Это способ проявить себя. Они с удовольствием готовятся, с удовольствием соревнуются. Задания, если сравнивать, они, конечно, немного проще, они адаптированы. Причем они адаптированы под каждую категорию. Каждое выступление конкурсанта проходит в зале, оснащенном техническим оборудованием. Главные эксперты из Москвы в режиме реального времени наблюдают за качеством исполнения работы. Всего в конкурсе 15 компетенций. Слесарное дело, обработка текста, веб-дизайн, адаптивная физическая культура – это лишь малая часть сфер деятельности, в которых ребята могут проявить себя. Чемпионат – показатель того, что люди с ограниченными возможностями умеют добиваться поставленных целей, идти вперед, развиваться и достигать задуманных результатов. Я участвую, чтобы поверить в себя. Я участвую, потому что это дает мне возможность развиваться. Я участвую, чтобы привлечь профессию. Я участвую, потому что для меня это возможность самореализации. Участник чемпионата Евгений Исхаков на базе Ульяновского фармацевтического колледжа показал свои навыки массажиста. Дистанционный формат не доставил трудностей. В момент выступления Евгений был сконцентрирован лишь на качестве выполнения работы. В этот момент я не скажу, что ты думаешь о том, что кто-то за камерами сидит, потому что в этот момент ты думаешь только о пациенте, о том, как правильно делать прием. Потому что ты думаешь, что не там 30 человек где-то, возможно, за тобой смотрят, о том, чтобы не сделать пациенту хуже, либо вообще ему ничего не сделать. Евгений еще с детства хотел стать массажистом. По словам парня, участие в конкурсе для него подарок. Конкурсант заранее готовился к выступлению. С преподавателем разрабатывалась отдельная методика, техника исполнения, а также прохождение дополнительных курсов. На момент нашего приезда Евгений прошел первый этап своего дебюта. Впереди еще один. Молодой участник не гонится за получением призовых мест. Приобретение новых знаний – вот главная цель участия в чемпионате. Ну все же, все же, участие веселее. Ну просто интересно выступить, узнать, какой я вот в массаже, когда есть публика. Будет место – будет прекрасно. Не будет места – ну ничего с этим не поделать. Значит, где-то не дожал, еще не мое время. Чемпионат продлится до 29 ноября. За это время представители 20 номинаций смогут показать свой талант. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.